Друзья, приветствую вас сердечно. Когда мы вместе находим счастье в том, чтобы помогать вместе людям, остальное всё приложится. Потому что это же самое главное. Во-первых, счастье быть самим собой, и во-вторых, в совместном творчестве, в коллективном творчестве, когда мы все вместе взволнованы какой-то целью, какой-то идеей, вместе работаем, а не конкурируем между собой, не самоутверждаемся, не тянем одеяло на себя и так далее. Но сегодня такой мир, когда всё переворачивается, когда вечные ценности, о которых мы знали, как любовь, сопереживание, сострадание, чувство бесценности живого, сотрудничество. Когда это были вечные ценности, и локоть товарища, и плечо друга, и любовь, ещё раз повторяю, это были вечные ценности, а сейчас говорят о каких-то новых критериях, новых нормах, новых нормальностях. Ну что же это такое? Глупость какая-то. Есть вечные ценности, а есть вот манипулятивные, которыми начинают нам голову, как говорится, свихивать, чтобы у нас снижалась критичность и разум потеряли. Я психиатр по образованию врачей, поэтому я хорошо понимаю, что критерием здоровья психического является критичность и ориентированность. А тут как раз-таки ломают ражем. Я хочу вам вот что сказать. Вот скорая помощь, например, психологическая. Вот у меня вчера была женщина в интернете, вышла, говорит, мне нужна срочная помощь. Я говорю, вот так надо сделать. Сколько у вас сейчас на индикаторе? Вот это 10, это шторм, это буря, это в голове сумятица, это хаос, а это ноль. Безмятежность. Здесь 10 делений. Вы где сейчас? Она говорит, ну где-то здесь и выше. Ну когда вы были в последний раз здесь? Она говорит, я не помню. Ну давайте тогда вот так смотрите. Мелко-мелко, мелко-мелко, насколько возможно, как вибрация. Потряситесь, как будто вы на стенде таком, каком-то стоите, который вас трясёт. Мелко-мелко потряситесь, 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 потряситесь. Это скорая помощь психологическая. Потом добавляйте туда те движения, которые при этом в голову приходят. И она начала так делать, так делать, так делать, так делать, так делать. Потом села. Я говорю, а теперь отпустите мысли на самотёк и думайте о чём. Думается. Не перебивайте, плохие или хорошие, неважно. Пустите мысли на самотёк. Пусть как облака плывут. И она посидела одну минуту буквально. Потом я говорю, сколько теперь? Она говорит, здесь. А когда было последний раз, теперь она вспомнила. Она говорит, там несколько лет назад, когда у меня свадьба была, или ещё что-то такое было у подруги. Я ходил, и мы такие были счастливые. Вот тогда у меня было. Я говорю, такой несколько лет не отдыхали. Вот я вам сразу оказываю скорую помощь психологическую, кому нужно. Видите как? Свободно, легко, привёл пример. Потому что я 50 лет занимаюсь оказанием помощи. И хочу вам сказать, чем отличаются спасатели от спасителей. Спаситель – это тот, который хочет помочь всем. А спасатели какому-то определённому числу людей. Хочешь, не хочет, он больше спасти не может. Потому что жизнь конечна, и возможности у него конечны, и так далее. Вот несмотря на то, что у меня возможности конечны. У меня операция была 7,5 часов. У меня титан там стоит. Я по комнате еле хожу. Я на погоду реагирую. Я поэтому и придумываю такие вещи, которые помогают всем. Я этим счастлив. И когда я работаю, ну никто не подумает, что я больной человек. Да какой я больной человек, я занимаюсь таким творчеством. Я пишу книги, 25 книг, и две последние книги мы написали совместно с участниками нашей школы «Человек будущего Хомофутурус». У меня к вам просьба, друзья. Если вы хотите найти своё счастье, быть собой, быть здоровыми. Если вы хотите не зацикливаться только на самоутверждение, не зависать в каких-то страхах, проблемах, а быть творцом. Потому что так и положено в нашей генетике все стадии предшествующих поколений. И этот эволюционный мощнейший импульс требует разрядки. И когда человек не раскрывает свои творческие способности, он начинает или впадать в неврозы, или в грусть, или в тоску, или становится агрессивным, или у него сон нарушается. Поэтому чем больше любимых дел, тем вы устойчивее. Наша задача в нашей школе «Человек будущего» сократить кризисы и войны на планете, и потребность лекарств. И поэтому мы возбуждаем у вас ваши личные творческие способности. И говорим, что надо заниматься любимыми делами. Потому что кто не занимается любимыми делами, он страдает, он болеет. Потому что он не в русле эволюции, не в русле развития. Вот оно, о чем речь идет, друзья. Поэтому мне нужно недавно, мне сказали, давайте сделаем ролик. Вот сейчас там ВОЗ там пытается что-то манипулировать людьми. Мне кажется, я не знаю, я разберусь в этой теме и скажу, как ответить на эти вопросы. Как чтобы общественность наша, отечественная и в мире могла дружить между собой. А не только думать о деньгах, манипулировать друг другом, самоутверждаться, создавать кризисы и войны и так далее. Ну, это глупостью заниматься. Потому что времени у нас не так мало. Каждый человек живет конкретную жизнь. А наша задача – продлить долголетие людей, не снижать количество людей на планете, а наоборот, открывать в них Творца, чтобы они нашли способы, как в таком количестве громадном, жить еще лучше, а не убивать друг друга, чтобы уменьшиться, и чтобы нами кто-то там управлял, оставшись в каком-то богатом количестве. Да, друзья, я вот вынужден был это сказать, потому что я вам хочу продемонстрировать. Вот мы делаем сейчас в коллективном разуме в таком формате картины, улучшаем их. Оказывается, можно вместе, сотрудничая, делать шедевры. Ну и пишите комменты. Еще я хочу вам сказать, у нас есть Телеграм, подпишитесь на Телеграм и на платформу в Телеграме. Помощь себе. Подпишитесь там. Это очень важно. И на Ютуб-канал подпишитесь. Вот у нас сейчас 204 тысячи подписчиков без всякой рекламы, без всякого маркетинга. Люди приходят, значит, это нужно. Это очень нужно. Но времени мало, друзья. Потому что мир сейчас турбуленции, потому что он переходит на цифровизацию. И поэтому при всяких переходах в истории человечества происходит вот этот момент, точка бифуркации. Когда люди не знают, как быть, возникают всякие авторитеты, которые говорят, как надо. Если он говорит уверенно, людям кажется, что он знает, о чем говорит, а он может просто больной. По-разному бывает. Поэтому, друзья, чтобы сохранять разум на планете и чувство человечности, и быть счастливым, занимайтесь любимыми делами и старайтесь быть помощником для всех людей. А не только для себя. Поэтому дух и материя, деньги и саморазвитие, все должно быть в какой-то гармонии, которую мы и пытаемся наладить. Из-за отсутствия которой происходят всякие кризисы. Согласованность, гармония, сотрудничество, опять же, вечные ценности, через призму которого мы решаем любые проблемы, и поэтому у нас получается. Я, например, междисциплинарник, и вы тоже должны быть такие. Не потому, что должны, а потому, что природа ваша этого требует. Да, смотрите наши ликбезы бесплатные, регулярные у нас на канале Ютуба. Подпишитесь, кто не подписан, там есть плейлист «Бесплатный ликбез». И на Телеграм подпишитесь. И на эту платформу войдите. Да, на платформу «Поможь себе». Друзья, желаю вам здоровья и счастья. Будем вместе творить, создавать полезность для себя и человечества. До встречи. Продолжение следует...